В эфире информационная программа события. Здравствуйте, в студии Айгур Зиганшина. Спасти собственные квартиры от разрушения пытаются жители одного из домов на улице Молдогвардейская. Фасад здания уже отремонтировали, теперь нужно привести в порядок коммуникации. Но по программе капремонта в доме снова планируют ремонтировать внешние стены. С просьбой помочь решить вопрос, жители пришли на прием граждан к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Екатерина Осипова воюет с собственным домом уже 25 лет. Начиналось все с маленького мокрого пятна на ее последнем этаже. Дальше хуже. В подъезде дома 153 по улице Молдогвардейская одна из стен насквозь пропитана водой. Конденсат из влажного подвала скапливается и поднимается наверх, считает женщина. Мы сейчас стоим на улице, вот из этого отверстия идет пар. Это вытяжка из подвала. Чувствуете запах неприятный? И выход этого пара говорит о том, что в подвале вода, прорыв очередной. Прорыв у нас бывает 2-3 раза в неделю. Поэтому вода туда практически не уходит. Промокшая стена дома того и глядя обрушится, жалуется Екатерина Павловна. Трубы настолько ржавые и старые, что порывы происходят через два дня на третий. Вот и мы застали, как слесари приехали ликвидировать очередной порыв. В программе капитального ремонта дом поставлен на 2016 год. Только ремонтировать почему-то собираются фасад. Нашему дому ремонт фасада никак не требуется, потому что его делали совершенно недавно. Но дело в том, что если сделаешь ремонт фасада, дом просто провалится. Фасад останется, а дома не будет. Горячей воды в доме снова нет. Потолок покрыт грибком. Ведро и полиэтилен, говорит, теперь ее лучшие друзья. В управляющей компании коммунальники Екатерину Павловну все сотрудники уже знают в лицо. А толку никакого. Пройдя все возможные инстанции, женщина пришла на прием к депутату Госдумы Александру Хинштейну. Но если надо, готова дойти и до президента. Вот то, что я была у вас на приеме, я получу какую-то бумагу? Да, конечно. Вот если я поеду к Владимиру Владимировичу, я должна ему сказать, что я была у вас еще? Да. Он, кстати, мне звонил с утра, спрашивал, когда вы приедете. Кроме шуток, женщина признается, с каждым днем жить в собственной квартире все страшнее. Влаги подвержены не только стены, а с ними обои, побелка и краска. По той же стене проходит и электропроводка. Если замкнет, мало не покажется. Мариана Мирная, Станислав Левин. События. В любой момент могут вспыхнуть и ветхие дома. Многие из тех, что расселили, тут же находят себе новых хозяев. Это лица без определенного места жительства. Такие самовольные заселения опасны пожарами. Сотрудники отдела надзорной деятельности вышли в рейд по зданиям, которые пользуются дурной славой. Запах гари в этих местах не успевает выветриваться. Только за месяц в 45-м доме по улице Советской потушили 4 пожара. Последний был 1 февраля. Площадь взгорания составила 50 квадратных метров. Дом расселили два года назад. С тех пор свое пристанище в нем нашли люди без определенного места жительства. Прямо в помещении они разводят костры, чтобы согреться и приготовить пищу. Здесь бомжи часто бывают. Здесь бывают люди, которые просто, идя мимо, видят, что можно туда забежать, какие-то свои потребности совершить. Про это даже вслух вроде и не хочется говорить. Мы же видим и людей взрослых, которые в обнимку заходят туда вниз, там летом есть туда спуск. Оставшиеся от бывших жильцов вещи тоже не пропадают даром. Предприимчивые самарцы уже сдали тазы и кастрюли в цвет мед, а хозяйственные нашли, куда применить старую мебель. Мимо проехал, прошел, смотрел, варяется. Никому не надо. Доски разбираю. На балконе хочу ящик сделать. Вот и все. Люди выкинули, уехали. Никому это не надо. Дом отключен от газа и электричества. Но постоянные пожары опасны не только для его обитателей, но и для жителей соседнего дома. Сотрудниками отдела надзорной деятельности неоднократно информировались органы местного управления, органы полиции и также управляющая компания «ВАСКО», в чем управление находится данный жилой дом с целью ограничения доступа посторонних лиц, очищения от горючих материалов как внутри помещения, так и прилегающую территорию. Буквально в этом же дворе еще один такой же расселенный, но облюбованный бомжами дом. И таких по всему городу десятки, говорят сотрудники отдела надзорной деятельности. Данные по всем адресам направляют в ведомства, которые отвечают за эти дома, чтобы те предприняли меры противопожарной безопасности. Марина Матвейшина, Максим Гусев, События. Более 60% преступлений, связанных с телефоном, мошенничеством регистрируются в Самарской области. В основном телефоном-обманом занимаются те, кто отбывает наказание в местах лишения свободы, а именно в колониях строгого режима. В нашем регионе их пять. В прошлом году было зафиксировано более 4000 подобных преступлений, из них раскрыто 900. В руках мошенников оказалось порядка 130 миллионов рублей. Также, по данным полиции, в числе обманутых и некоторые владельцы банковских карт Сбербанка, правоохранители задержали несколько членов преступной группы, которая воровала средства с лицевых счетов с помощью запущенного в сеть компьютерного вируса. Группу задержали, значит, изъято там порядка полутора тысяч сим-карт, полутора тысяч сим-карт, на которые получали. Они сейчас дают показания, раскладывают, значит, как уходили деньги. Они тех людей, с кем они работают, никогда в жизни не видели. Это вообще деньги, как мы сейчас понимаем, они уходят на Украину. То есть оттуда запущен этот вирус. Если вы столкнулись с подобным обманом, полицейские рекомендуют немедленно писать заявление в правоохранительные органы. За мошенничество придется заплатить штраф в 200 тысяч рублей и бывшему декану Самарского государственного технического университета Леониду Альбитеру. Такое наказание назначил суд Самарского района. По данным областного управления ФСБ, в ноябре прошлого года мужчина получил 650 тысяч рублей от знакомого бизнесмена. Взамен пообещал тому решить возникшую проблему с законом через якобы знакомых в правоохранительных органах. В момент передачи денег Альбитера задержали. Тогда мужчина заявил, что деньги у предпринимателя просто взял в долг. Приходил мой знакомый. Дал мне деньги, взаймы. Взаймы, да? На какие цели? В каком случае? На какой бизнесе? Ну, если не секрет, конечно, вам для чего-то деньги. На какие цели? Да. Ну, я занимаюсь бизнесом, но я не просто удалову. К другим темам в областной столице выберут лучшего муниципального служащего. Прием документов на участие в конкурсе начнется с 10 февраля. Необходимо представить конкурсную работу по выбранному направлению. Это может быть экономика, спорт, молодежная политика. В работе должны предлагаться действенные меры по развитию соответствующей сферы деятельности органа местного самоуправления. Сергей Пименов стал советником председателя Самарской городской думы Александра Фетисова. В должность он вступает с 9 февраля. До недавнего времени Сергей Пименов являлся заместителем руководителя городского департамента административной реформы, а до этого возглавлял управление информацией аналитики мэрии Самары. Сергей Пименов так комментирует свое назначение. «Новая должность – это как работа со СМИ, разумеется, в самом плотном взаимодействии с пресс-службой городской думы, так и взаимодействия с общественностью теми или иными общественными структурами». Кадровое назначение в системе Минздрава региона главным врачом Самарского областного центра медпрофилактики стал Александр Муравец. До этого он руководил Самарским фондом социального развития «Время жить». Юрий Мальшин, который ранее занимал кресло главврача областного центра медпрофилактики, назначил главным внештатным специалистом Минздрава России в ПФО по своему же профилю. Медпрофилактика сейчас на первом месте в школах. Из-за большого количества заболевших полностью закрыли на карантин два учебных заведения в Тольятти и Безенчукском районе. В них инфекции поддались уже более 30% учеников. Частичный карантин введен и в 14 школах Самары. Закрыто более 40 классов. Также частично остановили работу четыре детских сада в Самаре, Тольятти и Большеглушицком районе. В сезон простуды очереди в аптеках. Люди, как правило, покупают то, что доктор прописал, а это в основном дорогие зарубежные препараты. Но у многих есть отечественные аналоги, причем гораздо дешевле. Напоминают ученые, в том числе и самарские светилонауки не перестают изобретать что-то новое. Особенно это в тему сейчас, когда с введением санкций многие столкнулись с дефицитом медпрепаратов, которые закупали зарубежом. Уже сейчас во многих отраслях ученым удалось найти аналоги европейских продуктов. Расторуши все знают, все известны, всем это известное растение. Но не все знают, что много препаратов, зарубежных, конечно, к сожалению, в основном, но есть отечественные. Но нет препарата водорастворимого, то есть нет антидота при отравлении грибов в бледной погадке. И вот мы сейчас проводим работу по получению, по модификации природного вещества, чтобы оно из гитрофобного нерастворимого воде превратилось в водорастворимое. Продолжаем выпуск. В 48-й Самарской школе торжественно открыли мемориальную доску в памяти о выпускнике, участнике войны в Афганистане. Артем Юрченко служил в десантных войсках, погиб в 87-м году. Тогда ему было всего 18. На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали члены семьи, герои, ветераны боевых действий. В ближайшее время подобные стенды в память об афганцах появятся и в других школах Самары. А сынок в граните остается. Остается вечно молодой. Артему Юрченко было всего 18, когда он погиб на афганской войне. Он служил в десантных войсках. После уничтожения противников при смене позиции Артем погиб при взрыве. Посмертно он награжден орденом Красной Звезды. Ушел ни с мамой, ни с жизнью, ни простясь. Ушел вперед в дозор. Ты верный долгу и присяге. Чужое небо. Афганистан застыл в твоем последнем шайде. Но в сердце ты не умираешь. Хоть рядом быть перестаешь. Слезы выступили на глазах даже у бывалых десантников. Церемония открытия мемориальной доски Артему Юрченко в 48-й школе длилась около часа. За это время собравшиеся словно пережили войну в Афганистане. Десантники, которым посчастливилось вернуться домой, стараются не говорить о том, как страшно было служить. Но не скрывают, все боялись, что на родину их привезут в Цинке, как это случилось с Артемом. Здесь ребята, которые находятся, они должны себя готовить уже к тому, чтобы встать на защиту нашей родины. Чтобы вы могли быть не хлюпиками, а могли отжиматься, подтягиваться. Чувствуйте себя настоящим мужиком. Тогда вы в армии почувствуете себя уверенно. А армия сейчас становится той школой, через которую все должны проходить. Сейчас со временем, уже сейчас есть такое установление, что госружащим еще кем-то человек не сможет стать и прослужить в армии. Инициатор установки памятного знака – Союз ветеранов ВДВ. Его руководитель Виктор Калиничев считает, каждый школьник должен знать о военных-интернационалистах как можно больше. Вот эти вот последние доски, которые мы сейчас устанавливаем, да, вот семь штук, потом еще восемь будут, это нам помогла городская администрация. Поэтому наша задача такая – увековечить память ребят погибших не только в Афганистане, но и на Северном Афгазе, где были военные конфликты. Афганская война длилась в два раза дольше, чем Великое Отечественное. 9 лет, 1 месяц и 21 день. В ней погибло 245 самарцев, из них 45 десантников. На сегодняшний день установлено 18 памятных досок в городе и области. Проект Союза ветеранов ВДВ поддерживает власти Самары. В планах установить подобные мемориалы каждому десантнику, который отдал свою жизнь, защищая Родину. Валерия Квасневская, Сергей Баскин. События. В честь героев Великой Отечественной в России стартовала акция под названием «Мы не были на той войне». К ней присоединился и Общественный палац Самарской области. Идея к 9 мая собрать и опубликовать в сети интернет большой мультимедийный альбом, куда войдут архивные фотографии времен Великой Отечественной, а также истории о людях, которые на них запечатлены. В формате видеоконференции представители Общественной палаты обсудили проект с ветеранскими и молодежными организациями области. К 70-летию Победы для Всероссийского альбома планируется собрать более 70 ретро-фотографий и истории о людях. Мы примем все фотографии и все постараемся сохранить и отсканировать и создать уже вот этот альбом мультимедийный, который будет посвящен ветеранам Самарской области. Ну а будущие защитники Родины тем временем принимают участие в военно-патриотической игре. Зорница зажглась над школьниками советского района и собрала более сотни учеников начальных классов. Оказалось, правильно надеть противогаз и попасть точно в цель, под силу только самым смелым и ловким. Рядовой, эфрейта, башний сержант, сержант. Правильно разложить погоны от рядового до полковника пока сложновато. Но зато Даниил Рогачев сразу распознает чужака, старшего лейтенанта монгольской армии. Для ученика четвертого класса играть в Зорницу в преддверии 23 февраля значит почувствовать себя отчасти защитником Отечества. Я горжусь собой, потому что я первый раз участвую в Зорнице. Еще никогда не участвовал. Я как бы хочу победить, но главное не победа, а участие. Стрельба, строевая подготовка, военно-историческая викторина. Всего порядка десяти станций и на каждый ребят ждали специальные задания. Четвероклассник Дима Липунцов надел противогаз одним из первых в своей команде. С полосой препятствий школьники тоже справились достойно. В себе пробудила резкость. Понравилось? Да, очень. Ну что самое трудное оказалось для себя здесь сейчас? Да. Это проползти. Ну да, в принципе. Здесь только самые ловкие, быстрые и смекалистые. Защищать честь школ советского района выпало на долю лучших учеников. Впервые советские школьники сыграли в Зорницу более 50 лет назад. Тогда эти соревнования были этапом начальной военной подготовки. С 90-х годов НВП в школах не преподают. Зорницу же решили возродить. Зорница, она как бы сближает коллектив. Она воспитывает волю. Закалку дает. Коллективизм такой, сплоченность. Понимаете? Как бы чувствовать плечо друга. Вот, опору. В соревнованиях среди младших школьников первый этап районной Зорницы. На днях военизированные испытания ждут учеников средних и старших классов. Алина Чемерес, Сергей Баскин, События. Но если Зорница больше для мальчиков, девочки предпочитают куклы. Даже сегодня, в эпоху гаджетов, правда, куклы стали уже другими. А как все начиналось, можно увидеть в фойе Центра российской кинематографии художественной. Погрузиться в мир древней славянской культуры. И увидеть более полусотни работ, среди которых уникальная исконно самарская кукла. Кто в куклы не играл, тот счастья не видал, говорили на Руси. Для славянских народов кукла не способ развлечения, а предмет скорее обережный и воспитательный. Наши предки считали, что ребенку до 4 лет обязательно нужно давать теплые мягкие игрушки, чтобы душа не охладела. Светлана Гавришевская мастерит народные куклы уже более 5 лет. Свои навыки с удовольствием передает детям. Говорит, ребята меняются на глазах. Если мы делаем куколку, они говорят, а маму, папу, еще кого-то. То есть семья должна получить куколку, которую сделал, ее не хочется ломать. Это, во-первых, даже у мальчиков прослеживается. Если вот обычно мальчишки ломают игрушки, которые им купили, чтобы посмотреть, что внутри, то традиционная русская кукла, она другая. Ее хочется оберегать, ее хочется заботиться о ней, укрывать. Традиционную русскую куклу мастерили только из натуральных материалов. Народ использовал все, что было вокруг – траву, солому, золу. Каждая поделка несла глубинный смысл и сохраняла родовую память. Матери сами делали игрушки для своих детей. А невеста, создавая куклу, показывала жениху, какая она хозяйка. Среди народных кукол и те, которые символизировали важнейшие явления народной культуры. Спиридон – солнцеворот. Даже вот поговорка есть – зимы на весну поворот. То есть он держит колесо в руках. Колесо – это символ жизни, это круг жизни, это древний очень такой сакральный знак, символический. Это солнце. Почему и солнцеворот? То есть именно вот зимы на весну. На выставке представлены куклы, которые традиционно мастерили во всех русских деревнях. Но есть и поделка, которая встречалась только на Самарской земле. Веснянка-сеятельница широко бытовала в Поволжье. Ее делали из дерева, наряжали в фартук, насыпали туда зерно и привязывали к тележному колесу. Считалось, что семена, которые высыпаются из ее фартука во время посева, помогают приблизить весну. Для всех желающих Светлана Гавришевская провела мастер-класс по созданию русской куклы. Выставка «Россия. Живая душа» пробудет в Центре российской кинематографии до 9 марта. Алина Чемерис, Сергей Баскин, События. И у меня на этом пока все. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самара ГИС. Минтруд допускает, что заморозка накопительной части пенсии будет продлена на 2016 год. Правда, с Минфином продление моратория не обсуждалось. Все будет зависеть от того, как будет складываться финансовая ситуация. Если будет такая финансовая возможность, смысла замораживать накопительную часть уже не будет. Между тем, многие эксперты убеждены, что эти средства надо отдать прошедшим проверку регулятора НПФ, а застрахованным лицам все должно быть компенсировано. Минэкономики сформулировала критерии, с учетом которых целесообразно субсидировать ипотечные кредиты. По мнению ведомства, кредиты по льготной ставке 13% годовых должны быть доступны только заемщикам, приобретающим единственное жилье, причем эконом-класса. Максимальная сумма кредита должна быть ограничена в зависимости от местонахождения покупаемого жилья. Схожие критерии Минэкономики предлагают использовать и при оказании поддержки заемщикам, взявшим ипотеку в валюте. Число туроператоров, занимающихся внутренним туризмом, выросло в 2014 году на 25%. Об этом сообщил глава Ростуризма Олег Сафонов. По его словам, на 1 февраля 2014 года число туроператоров по внутреннему туризму составляло 2957, а на 1 февраля 2015 года их стало уже 3710. По его мнению, это свидетельствует о переориентации туристического сообщества. По мнению Сафонова, развитие туризма в регионах России выступит катализатором их развития. В прошлом году турпоездки по России совершили 41,5 миллион человек, что на 30% больше, чем годом ранее. При этом въездной туризм упал на треть, а выездной на 30-50%. Российский фондовый рынок открылся снижением. Индекс ММВБ в минусе на отметке 1651 пункт. Среди лидеров падения – Магнит, Башнефть, Дикси, Мегафон, ТМК и АФК-система. Лидеры Роста – Норникель, Преф и Мичелло, акции НЛМК и Алроса. Внешний фонд к началу торгов на рынке России сложился негативный. Опубликованные накануне недельные данные о запасах нефти в США разочаровали инвесторов, оказавшись значительно ниже прогнозов. Фондовый рынок Америки завершил торговую сессию снижения. Азиатские индексы также торгуются в красной зоне. Курс доллара на 5 февраля – 65 рублей 44 копейки, курс евро – 75 рублей 4 копейки. Золото стоит 2670 рублей за грамм, серебро стоит 37 рублей 1 копейку за грамм. Цена нефти марки Brent – 55 долларов 96 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Крылья Советов договорились об аренде Тараса Бурлака. Полузащитник Крыльев сломал руку в матче против шведов. В Самаре встретятся российские и мексиканские боксеры. Крылья Советов договорились с Рубином об аренде 24-летнего защитника Тараса Бурлака. Официально сделка не состоялась, но принципиальная договоренность есть. Крылья арендуют Бурлака до конца сезона. Агент футболиста отметил, что Бурлак делает шаг назад, уходя в клуб ФНЛ. Но зато в Крыльях у него будет постоянная игровая практика. Для него это главное, и он сможет выбраться из психологической ямы, в которой оказался в последнее время. Полузащитник Крыльев Советов Денис Ткачук сломал руку в матче со шведским клубом АИК. Из-за травмы футболист уже пропустил послематчевое восстановительное занятие и некоторое время будет ходить с гипсом на руке. Несмотря на это, матч со шведами закончился победой Крыльев со счетом 2-1. Это был последний матч самарцев в рамках сборов в Эмиратах. В следующий понедельник, 9 февраля, команда соберется в Москве, откуда отправится на свой сбор в Турцию. Помимо матчей Кубка ФНЛ в Турции, Крылья проведут товарищеские игры с клубами РФПЛ Кубанью и Мордовией. Впервые в Самаре состоится этап Кубка мира по боксу между командами России и Мексики. Открытие и начало соревнований состоится 6 февраля в 18.00 в спорткомплексе Грация по адресу улица Физкультурная, 116. Честь России в весовой категории до 52 килограммов будет защищать наш земляк. Мастер спорта международного класса, двукратный победитель первенства Европы, вице-чемпион России Василий Веткин. Свою карьеру спортсмен начинал в Новокуйбышевске, в Сдюшор. Сейчас Веткин выступает в ЦСКА Локомотив.